Здравствуйте, уважаемые Верхотурцы! Мои прошлые видеосюжеты были посвящены дорожным проблемам, а именно тому, что у наших властей, к сожалению, не получается в нужный срок строить дороги. Несколько примеров. Небольшой участок на улице Васильевской, длиной в 350 метров, пытается заасфальтировать уже два года. На сегодняшний день есть решение суда, которое обязует подрядчика до 31 августа выполнить свою работу. Сейчас дорога засыпана щебенкой и, если я не ошибаюсь, битомом. Асфальтного покрытия там пока что нет, но время до 31 августа еще есть. Посмотрим, что будет дальше. Подрядчик ООО «Стройтранс», владелец Марков Михаил Юрьевич. Максимальная сумма контракта – 1 миллион 300 тысяч рублей. На улице Пролетарской, что находится в Зареченской части города, ремонтные работы остановились еще в прошлом году. Между местными властями и подрядчиком идут судебные разбирательства. Это провал земляного грунта дороги на улице Пролетарской. До полисадника ближайшего дома осталось 2 метра, но об этом в другой раз. А сейчас речь пойдет о том, как наши власти упустили отличную возможность с минимальными вложениями сделать асфальтированную дорогу на улице 8 марта. Итак, переходим к сути. 28 марта депутат Государственной Думы Федерального Собрания Сергей Бедонько провел прием граждан. На приему к Сергею Юрьевичу обратилась неравнодушная жительница нашего города Нина Ивановна по поводу ремонта дороги на улице 8 марта длиной в 300 метров. На что Сергей Юрьевич дал свою гарантию на включение в программу этого участка дороги, но при условии, что наши власти до 1 августа подготовят проектно-сметную документацию. Тут, думаю, будет, кстати, сказать, что на данном приеме решались более серьезные проблемы нашего округа, что, наверное, может говорить о том, что слова данного чиновника подкрепляются делами. Но, к сожалению, наш глава округа Василий Сизиков не стал тратить деньги на проектную документацию на строительство дороги на улице 8 марта. Обычно проектирование дороги в процентном соотношении от общей стоимости ремонтных работ не превышает 10%, но бывает и 10-15%. Получается, что мы могли вложить капитальный ремонт дороги только 10-15% с нашего бюджета, а остальные затраты взяла бы на себя область, влаживая минимум, получая максимум. Неужели наш глава округа Василий Сизиков ждет более выгодных предложений? Вот пару актуальных примеров. Ремонтные работы на улице Васильевской осуществляются полностью за наш бюджет. Изначально стоимость контракта была почти 1,5 млн. рублей. На Кито дорогу в 350 метров строят уже 2 года, и неизвестно, чем это в итоге закончится. А тут нам предлагают сделать асфальтированную дорогу, вложив с нашего бюджета деньги только в проектную документацию, что намного дешевле, чем ремонтировать ее за свой счет, как улицу Васильевскую. Есть и другие примеры. На сайтах Ростендера и Госзакупок можно увидеть аукцион на проведение ремонта дороги за 340 тысяч рублей. Очевидно, что это, скорее всего, ямочный ремонт, и его надолго не хватит. А тут нам предлагают примерно за такие же деньги, чуть меньше или чуть больше, забабахать, по сути, новую асфальтированную дорогу. А наши власти упускают такую возможность. А тем временем, на фоне упущенных возможностей, общий объем ремонтных дорожных работ увеличивается. Асфальтированные центральные улицы, которые прослужили добрые десяток лет, начинают постепенно разрушаться. На улице Гагарина появились выбоенные трещины. Данную улицу ремонтировали в прошлом году. Похоже, в следующем нужно будет снова ремонтировать. На отдельных участках улицы Советская можно увидеть вот такие вот повреждения асфальтного покрытия. Кстати, на данной улице находятся самые видные достопримечательности нашего города. На улице Ленина и Комсомольская появились трещины впечатляющей ширины. На других центральных улицах нашего города дороги также постепенно разрушаются. Беда! Офигеть! Остальные асфальтированные дороги, которые находятся не в центральной части города, также активно разрушаются. Похоже, их срок службы подходит к концу. И уже в ближайшем будущем нам нужно будет огромные денежные средства для их капитального ремонта. А если вообще говорить за общее состояние наших дорог, то подавляющее их число не имеет асфальтного покрытия, а некоторые из них и вообще никогда не ремонтировались. Возле них можно ставить памятную табличку «Всемирное достояние ЮНЕСКО», стопроцентное, идентичное с 16 веком. И после этого поток туристов в наши края увеличится в несколько раз. Но это не точно. А сейчас я хотел бы кратко подвести итоги рабочей повестки Сергея Юрьевича Бедонько. Данный чиновник встречался с министром транспорта Свердловской области по вопросам передачи нашего железнобетонного моста в собственность области. Затем в местах СМИ появилась информация, что правительство области принципиально согласно решить этот вопрос. На сегодняшний день мост уже стоит на балансе области. То есть проблема была решена. А еще наши депутаты получили письмо от Сергея Бедонько с положительной резолюции от губернатора Евгения Куйвашева о включении нескольких районов нашего города в специальную программу газификации. Также хотелось бы отметить наших депутатов Михаила Маркова, Александра Зыкова и Владимира Каминах, которые и поднимали данные проблемы на личном приеме с Сергеем Бедонько. Получается у вас действительно умеете, могете просто. Я сейчас клоню к тому, что к нам приезжал чиновник, который, похоже, имеет тесные связи с губернатором и министром транспорта области. Наверное, был смысл с ним сработаться по улице 8 марта. Хотя бы ради дальнейшей перспективы. Думаю, будет логично предположить, что если бы в нынешнем году все прошло гладко, то уже в следующий раз можно было попросить Сергея Бедонько на таких же условиях заасфальтировать другой небольшой участок дороги в 200-300 метров. И тогда бы общий объем ремонтных дорожных работ сократился. Но, к сожалению, наш глава упустил эту возможность. Обидно. Я хотел бы закончить этот видеосюжет словами Сергея Бедонько, которыми он подвел итоги своего приема. Итак, цитата из газеты «Новая жизнь». Готовьте необходимые документы. Составляйте проекты, чтобы в следующий раз, когда я приеду, вы мне сказали «Вот есть пакет документов. Помогите! Я готов помогать их продвигать».